Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной за повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Василий Дулепинских. Мы колесим по Перминским дворам улицам на автомобиле Лифан Бриз, любезно предоставленном компанией Демидыч на улице Ким, 75. И начнем сегодня с кадра дня, который прислал нам наш телезритель Константин. На улице Мира он заснял фонтан, стихийно образовавшийся фонтан воды. Как выяснилось впоследствии, это была просто промывка системы. Но смотрится все равно впечатляюще. За прошедшие 2-2,5 недели дежурный по городу дважды появлялся здесь, на контейнерной площадке для мусора, при слиянии улиц Металистов и Чехова. И был здесь такой филиал городской свалки. Было мусорно и гадко. С удовольствием констатируем тот факт, что сегодня площадка приведена в нормальный человеческий вид. Мусор вывезен, баки аккуратные. В общем, все смотрится вполне себе пристойно. И это хорошая новость. Поводом для очередного урока русского языка в дежурном по городу послужила вот эта вот вывеска. Столовой и кафе, предлагающие разные услуги. Читаем внимательно, в том числе десерты. Вот все словари открой, в слове десерт одна буква С. Так что ставим двоечку и едем дальше. А в качестве сегодняшнего кадра дня мы предлагаем вам замечательный образчик, так как в судах и парках Садово-Парковое, ну, видимо, дворовой скульптуры. Вот этого симпатичного крокодила мы нашли у первого подъезда. Дома номер 107, дробь 4 по бульвару Гагарина. И вообще очень позитивно смотрится подъезд. Здесь крокодил, у входа рельефные цветы. А в итоге очень даже славная картинка получилась. Вот если не знать доподлинно, что мы сейчас находимся в Перми, можно подумать, что мы каким-то чудом переместились километров так на 500, 600, 700 существенно южнее. Потому что обычно там дома сверху донизу оплетены вьющимися растениями. Однако нет, это самая шнена есть Пермь. Более того, самая шнена есть центр Перми. Улица Кирова, центрей не бывает. Славно! Через территорию этого детского садика на улице Швецова чертовски удобно проходить из одного двора в другой. И этим пользовались местные жители. После этого на калитку повесили большой железный замок. Стало быть, чтобы посторонние не шастали. Однако, когда же наших граждан большой железный замок останавливал? Раз, два, три. И нету для них этой проблемы. Вот так. Вот таким увидела очередной обычный день Перми и Пермяков съемочная бригада дежурного по городу. И на этом заканчивают свою работу Игорь Гиндис и Василий Дулепинских. Нам остается только напомнить телефон нашей информационно-справочной службы. 2-630-300. И сайт телекомпании «Рифей» в интернете 3w.rifey.ru. Пишите и звоните. Порадуйте Анну Водоватову, которая заступает на Вактузавтра, интересными и содержательными посланиями. Ну а на сегодня все. Свидимся. Спасибо. Удачи. Пока.